Два правила, которые нужно соблюдать. 1984 год. Люблю себя и принимаю без всяких ограничений. И второе. Нахожу в себе чувство безопасности. Восьмое марта 1984 года. Вчера вечером с Людой ходил в львовскую филгармонию. Выступал Василий Найденов из Болгарии со своей группой. Десятое марта. В ночь с восьмого на девятый отмечали женский день у Ромки и Рубена. Шестнадцатого марта 1984 года. Вчера ходил с Людой на концерт московского ансамбля «Метроном». 18 апреля 1984 года. Я бы хотел революционность свою сделать действительно революционной, но не могу. Потому в настоящем мире, где сталкивались силы, каждая из которых способна уничтожить жизнь на земле, революционность не имеет права на существование. Она почти что преступна. Это не трусость. Это хуже. Это дикий страх. 11 мая 1984 года. Я не против мистики, в том смысле, как против нее марксисты. Я против нее в отношении сверхматериального. Пусть пестицизм смелее входит в нашу жизнь. Оттого жизнь не обеднеет, не станет ужасней, будучи и без того ужасной. 84 год, 21 мая. Жизнь – это нечто более высшее, чем просто есть и спать, любить и работать тупо и постоянно. Жизнь – это думать, думать всегда и во всем, постоянно и во всяком мгновении. 20 мая 1984 года. Что такое коммунизм? Это общество, где справедливость в распределении материальных благ становится превыше всего, входит обыкновенным элементом в мораль и не зависит от каприза или алчности того или иного лица. Преодолеть это в социализме – это значит приблизить общество к коммунизму. Не должно быть и никакой зависимости одного от другого и так далее. В общем, к коммунизму мы так же далеки, как первобытный человек к легковому автомобилю. Запись 1984 года. Еще когда я жил в Геленджике, один местный художник говорил мне, что у них существуют прямо капиталистические законы, и каждый готов сожрать другого, лишь бы не упустить свою выгоду. В справедливости этих слов я тогда же убедился на собственном горбу. И дальше, хотя не столь явно, факты о том же говорили мне в Керчи и Свердловске, но со всей определенностью и явностью они вновь обрушились на меня только во Львове. Здесь то же самое, что и в Геленджике, и люди смотрят друг на друга враждебно. И о социалистической законности не помышляют, только вспоминают о ней, попадая в беду. Творят зло по капиталистическим законам. Справедливости ищут же и защиты в социалистических. Запись, как интересно, 1984 года. 5 июня 1984 года. Разве мы умираем просто так, от того, что состарились, и наш организм пришел в негодность? Нет. Мы всегда и повсюду умираем за что-то, исходя из каких-то причин. Пассивной смерти нет. Она выдумана трусами и глупцами. Смерть всегда деятельна. Она либо расплата, либо награда, либо деяние, вызываемое чередой явлений причинными истоками, уходящими к ней. Июнь, 1985, 2004 года. Под нежно-голубым хитоном мне видится прекрасный стан. Ее я брежу сладким лоном, и в сердце соберу туман. Хочу вкусить любовь любимой жрицы. Она гибка и стройна, как глаза. Коснуться трепетно, ресницы, поцеловать в засос глаза. О, эти нежные, припухлые атлас куста. Мои выпокорили очи, в них страсть и тонность, разврат и чистота. К тебе, к тебе, скорее лечу, короче. 20 июня, 1984 года. Муха залетела в окно и жужжит, пробуждая меня, отрывая от работы. До того, изредка выглядывая в окно, я видел хмурое осеннее небо, как мне казалось. Сырые улицы, серые дома. Муха принесла своим жужжанием мне весь о начале хорошей погоды. На дворе выглянуло солнце, все оживилось, окрасилось. Яркие краски природы смеются мне просто в очи. 13 июля 1984 года. Завтра летим в Керчь. 29 июля 1984 года. Вчера прилетели во Львов и сразу же куча проблем. Из Керчи мы прилетели с Людой. Описание неба прочитал и запомнил. Моим глазам достаточно было одних красок без тепла. Грудь напротив ощущала потребность в тепле, а не в красках. И небо дарует земле непогоду, мне в сердце печаль. Отчужденность и враждебность неба человеку и небо вся надежда на тебя. В небе печаль на сердце тоже. Не знаешь, куда кинуть взор, куда убежать от тоски. Читаю по облакам настроение неба и то, что оно предвещает. Буря приближается, небо хмурится, а так спокойно и уютно сидеть у окна в твоем доме на земле и смотреть на приближающуюся бурю. Небо, дай мне заглянуть в твои бездонные и таинственные глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok